Ремонт средний, ямочный и капитальный в 2017-м средств на дорожные работы в столице выделено катастрофически мало. Всего около 8 миллионов. Это при ежегодной необходимости 45-50 миллионов. Как выйти из сложной ситуации решали на совещании в госадминистрации. Уходящая зима по традиции разрушительная для асфальтового покрытия время. Последствия специалисты начали устранять незамедлительно, отчитывается главе города директор дорожного управления. Сегодня латают наиболее аварийные ямы. Очень много возникает вопросов у водителей, в связи с чем выбрасываются деньги на ремонт этих незначительных ямок по городу Дираска. И это необходимость или это наша с вами глупость? Здесь сейчас ямы составляют суммарно, пусть будет там, тысячу квадратных метров на данный момент. Если мы не проведем мероприятие по аварийному, по ликвидации этих ям, ввиду движения транспорта, ввиду климатических условий, через месяц эта же цифра будет стоять порядка четырех тысяч. Специалисты отмечают, такая практика необходима для предотвращения более глобального разрушения дорог. Они, кстати, и так требуют капитального ремонта. Однако денег в 2017-м на него едва хватит. Как отметил Олег Довгопол, распределение с дорожного фунда происходит по принципу протяженности дорог. И самая большая сумма направляется в соседний Слободейский район. Ежегодно город Тирасполь, конечно же, выходит с просьбой на правительство, с просьбой к руководству государства о возможности пересмотра распределения денежных средств с учетом статусности города Тирасполь. В 2017-м Дорожный фонд выделил Тирасполю всего 16 миллионов рублей. Половина из них уйдет на содержание светофоров, знаков, ливневой канализации и освещения. Непосредственно на сами дороги остается не больше 8 миллионов. Если создать программу планомерную, которая хотя бы на 5 лет, на тот технический срок, который эксплуатация дорог по среднему ремонту и текущему, надо около 40-50 миллионов в год ежегодно. Ежегодно только на средний ремонт, это только асфальтирование дорог и тротуаров. А в планах отметил глава включить в программу ремонт внутридворовых покрытий и дорог на столичных кладбищах. В последние годы им уделяли мало внимания. Где найти средства, на совещании звучали предложения. У нас есть огромнейшее количество организаций, которые участвуют в тендерах на производство работ. Опять же, возможно, как один из выходов, обратиться к этим организациям с просьбой инвестировать средства в ремонт дорожного полотна с последующим ежегодным компенсацией, не компенсацией, а выплатой за произведенные работы. Глава города также дал поручение дорожному управлению. Специалисты должны подготовить обращение в правительство с просьбой о выделении дополнительных средств. Ведь 2017-й для столицы – год юбилейный.